Я знаю, что у нас сегодня поражает шлах, но мы начали с Хокли Исраэль поражать шлах. Уже целый год мы проходим Хокли Исраэль, поэтому сейчас мы будем догонять то, что мы пропустили. Насо было в этом году, когда был у нас шевод, поэтому мы прошли только в воскресенье, половину его утром. Вечером мы пропустили. Понедельник, вторник был праздник тоже, поэтому мы теперь будем догонять то, что у нас есть несколько глав, было по две недели и мы пропустили. Я надеюсь, мы это закончим с вами. Я надеюсь, что мы это закончим с вами. Я надеюсь, что мы всем-всем, Всевышний послал скорейшее и полное выздоровление. Мы закончили Турановым Ктувим и четыре Мишны из трактата Швеид, глава вторая. Говорит дальше Мишна так. Пятая Мишна говорит так. Сакин – это Пагим. Умна Квим Ота. Можно, когда это, говорит Мишна. До Рашишана в шестой год можно взять фрукты, которые еще не поспели. Например, инжир, который не поспел. Он сказал, что это сакин, намазывали его маслом или делали дырочки, чтобы он быстрее созревал. Можно это делать прямо до Рашишана. Умна Квим Ота. Для того, чтобы дождь попал в них и они быстрее поспели. Пока он на дереве. Пока он на дереве. Пока он на дереве. Духой так. Дальше. На фруктов. Сакин – это Пагим. Умна Квим Ота. Шередук Шамим Лето Хапри. Огде Ласим Хашемин. А Дружина. Можно это сделать прямо Дружина на начале седьмого года. В конце шестого до начала седьмого. Паге эреев швеит. Чи нехнесу ла швеит. Теперь. Но. Дальше говорит Мишна. Эти фрукты шестого года. которые не поспеют в шестом году. И они перейдут на какой? На седьмой год. И там нужно будет их собирать. Или. Вече швеит. Чи яцулли муце швеит. Или фрукты, которые росли в седьмой год. Но они не поспеют в седьмом году. А перейдут на восьмой. Их нельзя мазать. Вот этим маслом. И нельзя делать там дырочки. Почему? В шестой год Дружина нельзя делать. Можно. Это то, что не успеет поспеть. Дружина не успеет. Дружина не успеет поспеть. Поэтому он говорит, что то, что это делали для чего? Делали, чтобы он побыстрее поспел. А если он не успеет поспеть, то нельзя. И здесь Танакамы говорит, что в седьмой год, то, что останется на восьмой, тоже нельзя делать. Даже в восьмом году нельзя будет их помазывать. А кушь, ты можешь собирать? Кушь, да. Сейчас посмотрим. Рабиуда говорит так. Рабиуда говорит так. Рабиуда говорит там, где не принято мазать, можно их намазать. Почему? Потому что это не считается работой на поле. Маком, шинагу, шилоласух, сахим. Там, где не мазать, Рабиуда говорит, маком, шинагу, сахим, сахим. Там, где мажут, то нельзя их мазать в седьмой и в конце шестого и в конце седьмого. Мипне, ши, а вода. Там так это делают. Это как обрабатывают поля или эти фрукты. Маком, шинагу, шилоласух, сахим. Но там, где не принято их мазать, можно их помазать. Раби, шимон, матир, бейлан. Маком, шинагу, шинагу, сахим. Раби, шимон, говорит, нет. Можно работать, обрабатывать это дерево, которое охарошено шель шиминит. Афальпи, шепирутав, адан, бигдушадашвид. Фрукты, которые выросли в седьмой год, но собирают их на восьмой. Несмотря на то, что у них связь еще седьмого, эти фрукты связь с седьмого года имеет. Я имею право уже это дерево обрабатывать на восьмой день. Потому что я уже имею право работать на восьмой год в поле. На восьмой год, не в день. Вы считаете, восьмой? Да. Он седьмой. Но так как уже в седьмой я имею право обрабатывать свои поля и сады на восьмой год, то я имею право даже обрабатывать те деревья, на которых фрукты еще после седьмого еще остались. Так говорит рыбищимон. Микнышу, урожайба, вот это илан. Так, это пятое мишна, но Аллаха идет как Танакама. Танакама сказал, что нельзя. А теперь вот у вас, например, пшеница, просто груза. Сейчас мы пройдем. Про пшеницу нет, но про рис, да, рис есть потом, милет, это просто. Он говорит так. Говорит Мишна так. Не имеем права сажать деревья. Не имеем права спаривать деревья. Что это маврихин? Берут виноградник и его, у него же ветки гибкие. От одного виноградника ветку протягивают и закапывают в земле. Потом дальше, и дальше, и дальше. Нельзя это делать. Дальше говорит, когда это? Вот это нельзя сажать. Нельзя вот делать так с веткой винограда, ее частично закапывать. Как это? В н маркевин и нельзя, как мы сказали, спаривать деревья. Эрв швид поход Мишлюшим Йонг Лифнерзушана. До начала седьмого года, 30 дней до его начала. Это уже нельзя делать. Сажать деревья и так далее. Почему? Здесь он объясняет, что это кроме 30 дней, которые добавили до этого. Получается 60 дней уже нельзя это делать. Почему? Потому что, по мнению Танакама, деревья не приживаются к земле меньше, чем за 30 дней. Поэтому, когда это будет 30 дней, если до 30 дней я их посажу, то они приживутся в седьмой год. Как будто я их посадил на седьмой год. Но если он посадил или закопал вот так ветку виноградника или спарил деревья, то он должен вырвать. С Павелом что такое? Два разные деревья вместе делают. Да, вместе делают. Но нельзя же вообще делать. Нельзя это делать. Ну, посмотрим. Это нельзя разные растения. Возможно, здесь один и тот же вид. Яблоко на яблоко или виноград на виноград. Теперь он говорит здесь так. Анафмина земура бетов и ланахер. Но это нельзя делать. Дальше он говорит. Вената вевриф. Ой, реки вьякор. Рабиуда умер колорка ваше эна коллетит лишь лоша ямим. Шу вена коллетит. Рабиуда говорит, нет. Все, что говорит, я посадил, если за три дня не пойдут корни, не приживется, уже не приживется. Поэтому у него нужно не 60, а 33 всего. Так говорит Рабиуда. Рабиоси и Раби Шимон умри. Лиште шабатот. Рабиоси и Раби Шимон говорят, две недели нужно. Два шабата. Две недели. Выходит отсюда. Нужно две недели и еще 30 дней до этого. Получается 44 дня. Доршина, по их мнению, нельзя сажать. Аллаха идет как Рабиоси и Раби Шимон. То есть за 44 дня Доршина уже нельзя сажать, спаривать и так далее. Седьмая Мишна. А урец веад бухан веаб рэгин веаб шум шимин шишришу лифней росшишана. Мит асрин леши авар. Рис. теперь если объяснение такое что другие овощи они принадлежат к тому году в котором их собирают их посадили год раньше собрали на следующий год это урожай следующего года они и имеют статус этого года но рис милость это ускали просто теперь я про генн есть перевести как сэсами папе и сэсами это мака или сэсами кунжит наш ум шимин шум шимин это это сэсами это сэсами а это прагин это зернышки мака если у них корни появились земле их посадили появились корни в земле дороже шана мит астрин лишь оба ма сэр мы даем по прошлому году то есть это первый второй четвертый пятый то там перу мастер и 2 мастер в иерусалим если это 3 6 то мастер они бедника да потому когда появились у них корни вот этих и растений дальше у мутарин башвейд если появились там корни в шестой год то можно их использовать на седьмой у них связь с шестого года не седьмого это все твое мина а если они не появились там корни дороже шана асурин башвейд в швейд нельзя их пользоваться потому что корни появились нам седьмой год умить астрин лишь она хаба а когда их отделяет дистину уже на будущий год какой-то год но седьмой год седьмой год у нас не отделяется дистину что-то ничего типа мета серки кенчат ли кита тахаре на шана хаба когда будет собирать хищнат ли кита тахаре тогда вот когда мы соберем это 3 7 8 8 тогда мы будем отделять не одни одессы дина в соответствии с тем годом который это будет 8 мишна раби шимон шизури умер раби шимон шизури фамилия его или это из города он такой шизури он говорит так пола митри пол это фасоль 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 египетская шизра оле зероба тихила он посадил эту фасоль не для того чтобы ее кушать а для семян этой фасоли каоце баен каоце баен у них закон у этой фасоли тоже как рис и просто это что мы сказали в предыдущей мишне раби шимон умер афунин хагаму ним он говорит афунин это горох горох который большой горох крупный горох каоце баен то же самое идет когда у него появились корни в земле как рис как просто и так далее раби элазар умер афунин хагаму ним раби лазар говорит нет вот эти вот этот большой горох мишетир милу когда он говорит когда эмута римбаш видит когда можно их на 6 7 год использовать если у них стручки появились до седьмого года не корни а стручки даже они потом полностью собрали потом если даже за 30 дней до седьмого года до собирать до лифт в седьмой год они посадили до 30 дней до этого и там появились до появились корни до седьмого года это исключение обычно мы сказали овощи относятся к тому году в который вы их собрали но вот эти только мы сейчас перечисляем две последние мечны они исключения они идут за тем годом когда у них появились корни а в земле лифт не рушана членами франшера на азуторим башвиды азли батарш а от армур как мы сказали а потом седьмой год их соберут они уже считается урожаем шестого года девятая мечта обид салим ассарисе царис это лук который бесплодный до которого мы потом да здесь дальше семян нету он растет сам но потом от него нельзя как присадить у него какие-то свои семена как у растет я не знаю хорошие вопросы спрашивать а как это вот как арбуз здесь они перейти вот здесь сидел из анинс как арбуз без семян как растет как-то растет же вот это же говорит о такой без семянный лук упор на митры поле там мы сказали фасоль египетская чем она мэйм маим шушим и он ведь не решена теперь для этих видов нужно много воды для них он тридцать не должна их не поливал что получается мит астрин лишь леща авар я сумеет урады и ракота к делим алкоголь алкоголь мэйм мит астрим леща вар журтам еще на вау мутарим башвид они вышли из категории овощей потому что их не поливали вовремя и они переходят в категорию риса и всего предыдущего то что мы с вами сказали и поэтому можно будет и использовать на седьмой год десятину нужно отделять от них как от шестого года даже эти собрали в седьмой и собрали все но и можно будет им пользоваться берем на но если поливали их асурим башвид если их собрали на седьмой год эти луки бесплодные бесплодный лук то нельзя его использовать на седьмой год умит астрим на шана хаба и аделяйте скину в том время когда их собрали вешел балл шимана мэйм мэйм ште он от еврей раби мэйр на хохамим умрием шароши ципер здесь другой вешел балл у человека есть поле на котором есть и которая на который выпадает дожди вот эти растения там растут но кроме этого он еще поливает еще два раза добавляет там воду в каждый сезон а он не добавил эту воду и тогда и больше тридцати дней тогда их можно будет использовать на седьмой год и вре раби мэйр так что раби мэйр вахамим умрием шарош три раза если он них полил не полил когда нужно было тогда они их можно будет использовать на седьмой год она и они из статуса овощей выходят и переходят в сатус ризы и все и просто и так далее 10 мишна говорит так а другим шекиман лезера и мукшу ук укшу лиф неру шишана венив силу мео хелада мутальный кайман бешвид другим это тыква которую человек оставил опять не для еды с ее посадил а для ее семян если она затвердела стала твердая как дерево и уже она непригодна для еды человеку должен антана так отвердела как и проверять проверять иголкой делают дырку с иголкой если это дырка потом закрывается она еще влажная это тыква а если не закрывать она уже деревянная и уже человек ее не будет кушать венив силу мео хеладам все она уже не принесет удобно для человека мутали камен бешвид можно и оставить в седьмой год и она не считается плодами седьмого года ну что она уже не съедобная ве им лава если они не затвердели асуле камен бешвид нельзя их оставлять на седьмой год почему потому что плоды седьмого года можно только кушать а нельзя их оставлять использовать для чего-то другого выбрасывать портить мы утром сказали неспелые плоды седьмого года нельзя кушать потому что не считается едой поэтому говорит здесь meshna и если это тыква не затвердела до начала седьмого года нужно ее убрать потому что она не считается иду киперос вид она по что она не считается едой он ее посадил для семян оплоды 7 года для семян только использовать нельзя да да нужно убрать из дома то есть он имеет право им пользоваться как собрал когда себе держать от отмород члены теперь до того как эта тыква раскрылся на похоже на финик он говорит или алина аханши укшу деду им руин ахила или у них есть а когда это тыква затвердела ее листики становится пригодны для еды асурот башви нельзя их кушать в седьмой год почему у марбицин беофар лаван асурод башви и для охраны шилобик душат швейд то есть они имеет свято седьмого года из без и свято седьмого года их уж нельзя даже глядя вот например вот у вас вот поле там у вас трава зелень все спорно скотина прийти пусть и на седьмого года пускай не кушают это то меня это надо проверить в принципе можно то что да у марбицин беофар лаван теперь что это делает а беофар лаван это поле где растет белая пшеница можно его поливать с делаван шезур им ботву а где ши и цей ракот лошанаба девре раби шума раби шума он говорит можно это поле полить теперь когда это поливаем он говорит здесь так ну секунду можно их вот это поле где растет пшеница можно до начала седьмого года его полить чтобы то что вырастет само по себе выросло хорошо на седьмой год и в конце седьмого года можно полить его хорошенько залить его водой чтобы потом на восьмой год оно дало хорошие плоды в еврей раби шума он так считает раби шума раби и лезер бениаков осве раби лезер бениаков запрещает дальше говорит мишна меммарсин баорис что это значит можно теперь поле рисовое там вообще нужно много воды можно его говорит полить его башвит в седьмой год потому что ему надо много воды а если он его не польет там все погибнет но это приустове что там есть этот рис до того как он не может который было дороже шана который начал расти дальше раби чем он усы раби чего номер оваль и не хас и раби чем он говорит полить на можно но отрезать листики чтобы улучшить их нельзя почему потому что это из защита еще раз нельзя их резать нельзя их нет нельзя их резать потому что это приводит к росту этого риса а это делать в седьмой год нельзя можно собирать то что само по себе растет а то что мы говорили что можно подрезать виноградник он говорит там это делается для для его защиты там рабище он разрешает это деревья которые до этого посадили до седьмого рошана например на 30 дней вот уже на руках рошана можно поливать его связи чтобы он не умер да все деревья но не но не пшеница такие вещи которые сам растет то что растет тоже мы сказали что можно чтобы не умерла чтобы не умерла все это нельзя пшеницу теперь деревья это сами по себе дают плоды да а пшеницу нужно сеять чтобы она выросла то что выросли на поле это можно поливать за ней ухаживать можно разрешать нужно чтобы не не высохли чтобы не высохли и поле само поливать чтобы на всех гмарана сегодня трактат в расход лист 33 страница 1 говорит так а филу нахашка рух а лакево лоя всик мишна сказала нам человек который молится шмон айсре даже змей обвился вокруг его ноги не имеет права прерывать интересно гмара смотрится что говорит дальше гмара объясняет это мишном амар рапшешет амар рапшешет лошану эля нахаш а вала окрав посек рапшешет говорит что мишна сказала если змей вокруг твоей ноги ты должен стоять продолжать молиться но если скорпион должен убегать почему что возможно он тебя укусит теперь говорит мера объясняет сейчас змея объяснит нам поведение змей скорпионов какая у них разница какой у них да теперь он говорит так ну там люди тогда знали на самом деле какая змея ядовитая какая нет они разбирались тогда по другому было митиве митвена фалли го а райот эмми еди налавшемет у нас есть другая брата который брата который говорит человек который не дай бог упал в логово львов человек увидел что упал туда человек он придет в беде не скажете значит вот такой в логово львов он упал и скорее всего он умер она имеет право выйти замуж не работает если он упал в логово львов не работает почему иногда эти львы сыты и они его не съедят и может его оттуда достанут живым поэтому то что он упал в логово львов еще не свидетельство того что он там умер но говорит мишна агмараа нафала хапфираа меля ане хашим ва акра вими иди малавшемет но если он упал в яму полный змей и скорпионов все уже мама скелим язеру яшев беседы релион он уже мы не видели что он умер но мы уже говорим что он умер теперь какая разница мы что видим отсюда написано здесь змеи и скорпионы да а мишна сказала змеи нет а скорпионы да как так говорит мишна агмара объясняет шани хатам де агав итцица маски он говорит там по другому почему он говорит когда он стоит и молится он змею не теребил поэтому она его не укусит но когда он упал в яму он там их растеребил и там эта змея тоже его укусит не только скорпион так как он его потревожил она его укусит поэтому говорит это разница между змеями и скорпиона скорпионы жалит даже его не тревожит змея если ее не тревожит она не жалит обычно амара бицхак раа шеварим посек Рабицхак говорит ты увидел быка как там где там в Италии это в Испании как это называется Торо он говорит увидел быка прерывая молитву убегай от него Торо Торо да Детани раб ошая мархекин мишор там хамиши мама у мишор му а ким ло инав дальше он говорит так бика увидел быгай почему мы учили раб ошая сказал амара бицхак Рабицхак сказал увидел быка при приклоне остановим молитву Детани раб ошая мархекин мишор там хамиши мама раб ошая сказал от простого от спокойного быка которого мы не знаем что он бодался держись подальше на 50 локтей 25 метров у мишор сейчас еще дальше интереснее будет арахма ему еще интереснее будет у мишор му а а от быка который бодается в три раза дальше держись ким ло инав 150 локтей 75 метров что он тебя не видел вообще этот бык когда тана мишмедр биме рештора бедикулла целикли игра уж де дорога методи методи он говорит так он говорит если ты видишь быка и у тебя есть корзинка говорит ты с этой корзинкой на крышу поднимайся по лестнике и потом лестнику сброс вниз чтобы бык за тобой не поднялся то он поднимется подняться не поднимется но имеется ввиду насколько человек должен себя от этого оберегать теперь когда это еще раз одну минуту он говорит еще раз таны мишмедр биме рештора бедикулла о голова быка в корзинке с едой с сыном то есть бык тебя еще не заметил он занят едой он говорит целик ли игра ты быстренько поднимись на крышу уж де дорога методи и сбрось эту лестницу под собой за быком а держи да держи за него подальше то есть имеется ввиду не держи не ходи рядом с быком дальше говорит мара амар шмуэль ханими ли бешор шахор увьюмей нисан то раби шмуэль говорит это когда говорится о черном бике в месяце нисан потому что в это время сатан танцует между его рогами почему он говорит потому что осень прошла и все было зеленое все было сухое а сейчас весной он видит зеленые поля у него настроение понимается этот бык может от настроения за тобой побежать и дать себе как надо поэтому он говорит в это время этот сатан перед ним между его рогами танцует это интересная история рассказывает что был в одном месте арут кто это за арут это смесь по одному объяснению между черепахой и змеем или черепахой и ящерицей а получается арут да я мазик это придет и он жалил людей вредил им это это бау выходил рыбиханина бендоса пришли и сказали рыбиханина бендоса там вот такой полузмей полузмей вредит людям теперь покажите мне покажите мне где его нора показали ему его нору на на а у а если этот полузмей выжал рыбиханина бендоса и сам скончался теперь а маша спрашивает из объясняющая маша как он мог так рисковать как он мог положиться на чудо объясняет о том что раби ханином и носа он отличается от всех ну а цвет нас потому что ему бог постоянно совершал чудеса поэтому одно больше одно меньше не такая большая проблема он говорит что он надеялся что бог его спасет для того чтобы и он рисковал своей жизни чтобы помочь другим другое объяснение что иерусалимский алмуд говорит что его он укусил во время молитвы он не почувствовал а потом после молитвы его взял он уже умер принес положил на плечо и принес другой объяснение говорит что когда змея кусает тот кто первый приближет к воде тот тот остается живым поэтому змей который его укусил бог сделал для него чудо что под ногой раби хана бенуса открылся источник с водой и видимо я туда выйти и он остался живой то много объяснений как бы там ни было пришел на плечо забрал этого змея положил себе на плечо и пришел в бед мидраж нет нет а лоо аль кетефо в эйвьо левета мидраж он положил его себе на плечо и пришел в бед мидраж вишиву амана эмру банай эн а руд мемит элла хед мемит смотрите как не змея убивает а грех убивает белташа амру ой лоли адам шипагабу арод в ой лоли а рот шипагабу рбиха не на бендуса тогда сказали ой тому человек который встретился с этим змеем и ой тому змею который встретился с арбиха не на бендуса то это гмара на сегодня зор на сегодня прощать на соли ст 121 говорит так подбирать на муше лимур на стоит рожь блин гершон бог говорит муше пересчитай подними головы колена гершона рыбе оба потах рыбе оба стола писать пасук в теле им ашре адам ло якшо в одной ло а вон в энд бюрхо время от хавала человеку которому бог не защитывает грех и нет у него обмана хайкера лавры ше сэфе вера в сэфе решение этот пасук начало его не похоже на конец а конец не похож на начало почему он говорит потому что похоже в начале посылка он говорит хвала сейчас человеку которому не защитывается грех пока вроде что там есть у него грех а потом что энд бюрхо время в духе которого нету обмана что у него нету греха как эти как это начало и конец пасука срабатывает распоставляется говорит он так видит ли из так лабе бе-бе-а у кума или надо под этим пасуком посмотреть его поразмыслить и мужа это говорит проходили он говорит так так ази бешата дистута дэмин хадина шария бе-алма во время молитвы минха в мире покоится суды начинается суда битсхак тикенцелута дэминха убурай ла шальта бе-алма а даты алилия и исхак установил нам молитву минха и вот это гура сила и величия суды правили миром пока не наступила ночь тогда начинает править миром махут который начинает который называется нижняя гура и называет алая бегин декабы ла ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ля Теперь он говорит. Потом говорит, после того, как просыпается ночь, все те, кто охраняет врата, все они просыпаются и рассыпаются по миру. И все люди чувствуют вкус смерти, когда они спят. Этот зор нам поможет понять, что мы проходили с вами до этого, но мы проходили на среду, это на понедельник и на вторник, в воскресенье мы пропустили с вами. Вот это дерево, там зор сказал, что дерево смерти просыпается. Здесь он говорит, ночью, когда человек идет спать, он чувствует вкус смерти. В полгут лилия мамаш атар семала кедил кадмин в варда кадиша салкар и хин. И ровно в полночь просыпается левая сторона, мидат гевура, как в начале ночи. И роза, святая роза, это сфера молхут, отдает сейчас свой запах. И тогда она, как мы сказали, она улучшает и поднимает звук песен и молитв, голос песен и молитв. И тогда все это поднимается наверх, на голову левой стороны. То есть, кетель шелла молхут, веникра рошу оле, веникшар безгро асмоль шель заед, вяасмоль вакабель ута, безот цфелин шелят. И это будет потом, это получается, вот это все срабатывает, когда мы завязываем цфелин на голову. Кеден кероза каребе алмаде, аидан ху ле ад ара ле шабхале ле малька. Тогда говорит Глашатай, призывает в мире, что сейчас это время просыпаться и восхвалять Всевышнего. Когда? В полночь. И так как сейчас есть восхваление, восхваление эти просыпаются, и подслащается все, что тогда есть. Хвала тому человеку, который просыпается в это время для того, чтобы соединиться. С чем? Просыпается в полночь, чтобы соединиться с Торой. Занимается Торой и приводит к соединению Яков и Леа. Потом, когда наступает утро, просыпается правая сторона. Утром, с восходом солнца, просыпается правая сторона и обнимает левую. И тогда все находится в одном целом. В молитве говорит «Всем шалом» там соединяется Яков и Леа с Рахель. То есть в ночь, когда мы изучаем Тору в полночь, от полночь начинает до утра, там есть звук Якова, Леа. А основные связи это Яков и Леа Рахель, когда он рос на 18 в шахарит. Дальше говорит Зоор, «Таха зэ, бешэта, дим нэна ша, дим михин, в таамин, тама дэмута, в нишматасалка, лаа, ла, ла. Идиом, и пасмарик говорит, в то время когда люди спят, и пробуют фокус смертцы, и душа падима, и цена вверх, Что проходит? Что получается? Она поднимается на то место и стоит на том месте, в котором она стоит, и проверяет все дела этой души за прошедший день. То, что она сделала. И все записывает прямо перед ней в книгу. Что? Потому что душа сейчас поднялась наверх. И она свидетельствует о каждом действии этого человека, и о каждом слове, которое он произнес, которое вышло из его уст. И когда вот это слово у человека поднимается наверх, из его уст, как надо, тогда святые слова, славаторы и молитвы, вот эти слова поднимаются и прорывают все небеса. И стоит на том месте, где стоит. Пока человек не идет спать, начинается ночь, человек идет спать, и душа поднимается наверх, и держится за вот эти святые слова человека, которые он произнес в течение дня. И тогда она их вносит к царю царей, ко Всевышнему. Но есть и слова, которые человек произнес, они были неправильные слова, нечистые слова. Это слово тоже поднимается наверх, но оно уже стоит на другом месте. Это слово тоже записывается. И этот грех стоит над этим человеком. А даудихтик, как написано, Мишохевет хекеха шимор петхепиха. Говорит, то, скорее всего, это шло муамелех. Ну и написано, здесь кто говорит. Как сказали, что Мишохевет хекеха. Кто? Та, которая лежит с тобой. Охраняй свои уста. Все не рассказывай. Кто это? Что это душа? Она будет свидетельствовать о твоих словах. Слуми, что ты говоришь. В генках, ашри адам, ну и еще в одной лоавон. Эматай, кеше энберху ремия. Поэтому, пасух, что говорит? Хвала и счастье тому человеку, которому Бог не защитает греха. Кому Бог не защитает греха? Хайну шелухата. Кто не согрешил? И нету в его духе. То, что у нас выходит из рта, когда мы говорим, что выходит пар. Это тоже руах называется. Когда, говорит, в твоих устах нет обмана, нет у тебя лошонара, нечистых, неправильных слов, тогда твоя душа будет о тебе свидетельствовать. И тогда тебе грех не будет защитен. Потому что у тебя слова святые, они зайдут к твоему царе, они чисты, тебе будет защитен грех. Кто защитает тебе грех? Твоя же душа. Когда руах была внутри тебя, когда ты эти слова произносил. То это зорно сегодня. Мусарно сегодня, Сефер Хасадим, глава 59 говорит так. Теперь у нас есть правило, что это нахаж. Человек не имеет права, но это здесь имеется в виду, что человек не имеет права отступать от Всевышнего. Человек не имеет права думать. Сейчас, как оно объяснит. Не пытайтесь предугадать будущее, что будет и как будет, зачем. Будьте просты и с Богом. Он говорит, что у нас есть правило, что рабы на этот день, мы находимся в Исраиле, подкинулись в оборонах. Он говорит, но, к сожалению, в огромном количестве наших грехов, но эти евреи так ведут сегодня. Проверяется, что они говорят, что мы говорим, что в Мусарь и Шаббат не надо кушать. Одно говорит, что в Мусарь и Шаббат не надо кушать. Приметры разные. Нельзя, говорит, зелец. Или, говорит, в доме, где есть больной, раньше огня жены было в домах, не бери там два раза подряд огонь. В доме больного. Не зажгай там сапичку свою. Или, там, где есть женщина, которая родила в предыдущих девять дней. Девять, что нет на пей, יכול לדбер, לדбрам, и говорим о митцвот малькену. И, говорит, много таких разных глупостей, примет, которые люди делают, которые даже нельзя произносить. И этим люди нарушают митцву Всевышнего. Веодияш не хушь, веравгум, венохек беят мне адам. Еще, говорит, есть вот такие приметы, вещи, которые люди делают. Менахашим. И, говорит, много их делают. И, что это? Руин еш вегахелет, боэрет, меумат, умриим, и елану орах. Орах. Им техабеу бемайм, а орех и пол бемайм. Он говорит, что? Ну, видимо, там бросали дрова. Если, говорит, там деревяшка стоя горит, говорят, о, значит, к нам придет в гость. Теперь, они, видимо, гостей не хотели. Говорят, если мы сейчас его водой потушим, этот гость утонет. Палочка в чае. Он говорит, и вот этого не хуже, вот этот запрет, который нету, говорит, больше, чем вот это. Теперь, это, говорит, правда или нет? Это срабатывает или нет? Понимаете, что он говорит? Он говорит, и он говорит, что он делает. Он говорит, и он сам дели, люди эти испутали. Патушили. Он сказал, что он действительно сделал так, чтобы этот человек упал в воду. Он говорит, что он сейчас хочет проверить, я пойду и бросаю у человека эту воду, чтобы он сказал, что это правильно. Чтобы он в это верил и постоянно этим грешил. Он говорит, что таким людям сколько запретов, которые нарушают, чтобы у вас не было колдунь и всяких таких. Он говорит, что он не знает, что они не знают, что они не знают, что они не знают. о дурмир ошел бема или гачек который говорит голова он горья обещает теперь я больше голову животного кушать не буду вообще им поле миминами айм и нам ухли меня есть у них желудки проблема они не кушают внутренности животного а резеями дарке амуре это пути не евреев и лабитах бахну барху вырую поехал веру во всевышнего и он излечит тебя говорит цифр хасиди аллахана сегодня рамбам говорит так от маленькая закон молитвы цила молитвы глава 7 6 у меня коль от 1 голим это мы говорили пару дней назад вот бог нам послал этого рамбам говорит рамбам человек который слышит как петух кукареку и кут петух зовет утра меварек бару хаташи милка улам анну телеса вебина лавкин беньям умер на поле подносит это благословение дающий мудрость петуху различать между днем и ночью три Pentagon ходит 3 года медвестор обновления хаолога когда одевается говорит молбишь орумин одевающий раздеты чему не садиться на его шуме варек барху от а шеям и мекон家 ха оллах отель израиль бигура когда одевает кипу говорит благословен бог который дает нам корону чем авиариа давали на умираек пока когда проводит своими руками над глазами говорит благословен бог который Открывает глаза слепым Когда он уже сел на кровать Он говорит, благословен Бог, который Развязывает связанных Мы лежали, как мертвое бревно Сейчас мы встали Когда он спускается ногами на землю Встает, говорит, благословен Бог, который Дал землю, поставил землю на воде Когда он встал Благословен Бог, распрямляющий, согнувшихся Когда он умывается, говорит Бог, который Благословен Бог, который убирает Сон с моих глаз Потом говорит, пусть будет твоя воля Чтобы ты приучил меня Чтобы я делал митцвет Чтобы я не делал грехов И грехов умышленных и неумышленных И чтобы мной правил хороший И чтобы я был приятен в твоих глазах И в глазах всех, кто меня видит И сделал мне хорошее добро Благословен Бог, благословен хорошее добро Благословен Севышний, который делает Уважаемые, будьте уважаемы Святые, служащие Высшему Помогите мне Охраняйте меня Подождите меня, пока я зайду и выйду Потому что это путь человека То есть раньше с человеком ходили ангелы И перед тем, как зайти в туалет Он говорил им, подождите меня здесь Вы туда не заходите Охраняйте меня здесь Слово в слово наше благословение Которое мы говорим Рамбам тысячу лет назад написал То же самое это благословение Которое было тогда Мы говорим сейчас Что? Бог создал отверстие Где это отверстие? Глаза, уши, нот Рот, полости В желудке, в голове, в сердце Это полости Поэтому если одно отверстие закроется Или полость откроется Мы не можем присутствовать даже одного часа Благословен Бог, который излечивает всякую плоть Теперь несколько отличий сегодня с Рамбамом Которые мы Сегодня ангелов с нами нету Поэтому мы это не просим Их остаться за дверями уборной И кроме этого Все утренние благословения мы говорим После того, как мы уже сделали на Телядь Адам Уже оделись Не по ходу действия Хотя есть люди, которые Когда говорят про ремень Дотрагиваются до ремня Про кипу Дотрагиваются до кипы Мальби Шаруми Подтягивают костюм Чтобы показать И это помогает Каванне человеку Чтобы он понимал О чем он благословляет Всевышний На этом мы закончили на сегодня Баруха дунай ле улам Амен ве амен Давай Рамбама Это сам Написал Рекомендую Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров